Отсидеться, скрываясь в лесах, не получится. Сроки привлечения к уголовной ответственности, резиновые. Прекращение уголовного преследования возможно только с согласия обвиняемого. Вот так все серьезно. Здравствуйте, с вами Корнев Антон, основатель юридического агентства Корнев и партнеры. И сегодня мы поговорим о давности привлечения к уголовной ответственности. Чтобы больше не было иллюзий о том, что можно будет скрываться 2-3-5 лет, и после этого вы освобождаетесь от уголовной ответственности. Досмотрите это видео до конца, я четко на конкретном примере расскажу, что на самом деле эти сроки привлечения к уголовной ответственности резиновые, практически бесконечные. Отсидеться, скрываясь в лесах, не получится. Что такое давность привлечения к уголовной ответственности? Это промежуток времени, по истечении которого виновного человека, это очень важно, привлечь к уголовной ответственности уже не представляется возможным. Два самых важных момента. Промежуток времени истек, и человек был виновным. По крайней мере, так считало следствие и суд. Сроки давности находятся в прямой зависимости от тяжести совершенного преступления. А именно, по преступлениям небольшой тяжести, это такие преступления, наказание за которые не превышают 3 лет лишения свободы. Например, кража, без квалифицирующих признаков. Срок давности 2 года с момента совершения преступления. Преступления средней тяжести, это такие преступления, максимальное наказание за которые не превышает 5 лет лишения свободы. Например, мошенничество. Срок давности привлечения к уголовной ответственности 6 лет. Тяжкие преступления. Такие преступления, максимальное наказание за которое не превышает 10 лет лишения свободы. Например, мошенничество, совершенное группой лиц или в особо крупном размере. Особо крупный размер у нас начинается от 1 миллиона рублей. Срок давности 10 лет. И особо тяжкие преступления. Это те преступления, максимальное наказание за которые начинается от 10 лет и более. Убийство. Сроки давности привлечения к уголовной ответственности 15 лет. Но есть исключения. Статья 78 УК РФ предусматривает отсутствие сроков давности за преступления, связанные с терроризмом, захватом заложников, Ведением и подготовкой агрессивной войны. Это когда нападают агрессор. Применение воспрещенных методов войны. Например, химическое и бактериологическое оружие. Геноцид и экоцид. По этим преступлениям, повторюсь, нету сроков давности. Когда бы не поймали причастных к этим преступлениям, они получат по заслугам. Всегда. Даже если пройдет 80 лет и человек будет еще жив. Что мы в принципе и видим по тем преступлениям, которые совершали нацисты во время Великой Отечественной войны. Сроки давности привлечения к уголовной ответственности устанавливаются судом. Исчисляются годами, месяцами, сутками. Сроки давности начинают течь с момента окончания преступления, либо его предотвращения, если это сделано правоохранительными органами. И преступления, длящиеся. Например, когда дают взятку частями. С того момента, как было пресечено это преступление, соответственно и будут стечь сроки давности привлечения к уголовной ответственности. Например, если совершено преступление небольшой тяжести 7 июля 2020 года, срок давности привлечения к уголовной ответственности 2 года. Значит, срок давности привлечения истечет в полночь с 6 июля на 7 июля 2022 года. Ровно в полночь. Как у Золушки. За исключением одного «но» Верховный суд пояснил, что если преступник или человек, которого таковым считает следствие, скрывается от следствия и суда, предполагая, что он сможет скрываться до тех пор, пока не истечет срок давности привлечения к уголовной ответственности, это не работает. Почему? На тот период, когда будет установлено следствием или судом, что человек скрылся, следствие приостанавливается, и сроки давности не исчисляются. Как это происходит в жизни? 7 июля 2020 года совершена кража. Установленный факт. 8 июля 2020 года задержан преступник. Его привлекли в качестве подозреваемого пока и избрали меру пресечения подпиской о невыезде. Самый распространенный случай в практике Российской Федерации. Поскольку таких преступлений, именно простые кражи, составляют более 50% от числа всех преступлений, которые зарегистрированы в 2019, да я думаю и в любом другом году. Так вот, 10 июля 2020 года подозреваемый скрылся, не выходит на связь, то есть нарушил правила меры пресечения, которая ему была избрана. Следствие, пройдя все необходимые этапы объявлений в розыск, местный, федеральный, может быть даже и международный, об этом я более подробно рассказывал в своем видео, ссылка внизу. Но приостанавливает следствие конкретно в отношении этого подозреваемого. Само уголовное дело может и дальше расследоваться. Прошло 5 лет. 7 июля 2025 года этот подозреваемый где-то попался. Стало известно, что он в том числе проходит по этому преступлению. Казалось бы, с момента совершения преступления прошло 5 лет, а срок давности привлечения к уголовной ответственности по краже всего лишь 2 года. Но с учетом того, что следствие было приостановлено, с юридической точки зрения, от срока давности прошло всего лишь 2 месяца. Таким образом, мы понимаем, что сроки привлечения к уголовной ответственности резиновые, особенно по тяжким преступлениям и особо тяжким преступлениям, к которым, к сожалению, в том числе относится мошенничество, совершенное в особо крупном размере, или группой лиц, до 15 лет. Причем постоянно все это будет приостанавливаться. Приостановить следствие можно на год, на два, на три и так далее. Бегать, ожидая, что через 5 лет пройдут сроки давности, бессмысленно, к сожалению. Возникает закономерный вопрос, а зачем вообще весь этот огород нужен? Ну, во-первых, главенствует принцип неотвратимости наказания за совершенное преступление. И через эту норму он как раз работает, этот принцип. Второе. Не будет привлекаться к уголовной ответственности, даже если совершено преступление, человек известен, если на момент обращения срок давности уже истек. То есть, 7 июля 2020 года совершена кража, но человек с заявлением обращается 7 июля 2022 года. По такому заявлению будет вынесен отказ в возбуждении уголовного дела в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности. Вот как это работает. Также, если будет понятно, что за время расследования уголовного дела, а это, как обычно, не менее полугода всегда, срок давности привлечения к уголовной ответственности также истечет, то, скорее всего, во время следствия дело будет прекращено. При этом надо понимать, что дата совершения преступления должна быть абсолютно точно установлена. Никаких может быть тогда или два дня назад ничего подобного, если есть четкая дата и она подтверждается другими доказательствами, кроме ваших показаний, как то банковские перечисления, свидетельские показания и так далее. Когда установлена дата совершения преступления, от нее и считаются сроки давности привлечения к уголовной ответственности. Каковы последствия истечения срока давности привлечения к уголовной ответственности? Да, они одни. Освобождение от уголовной ответственности. При этом есть оговорка. Если сроки истекают на следствии и в суде, то по этому основанию прекращение уголовного преследования возможно только согласие обвиняемого. Если он не согласен, что на следствии, что в суде, дело расследуется, передается в суд и в суде рассматривается в обычном порядке. Вот такой закон. А почему? Дело в том, что это не реабилитирующая причина. То есть устанавливается факт совершения преступного деяния конкретным человеком со всеми вытекающими отсюда последствиями. А именно, в информационном центре МВД напротив вашей фамилии будет пометка «Привлекался к уголовной ответственности по такой-то статье». Ну и естественно, если по этому основанию вы избежали привлечения к уголовной ответственности, вас никто не освобождал от возмещения причиненного вашими виновными действиями вреда. Вот так все серьезно. С вами был Корнев Антон. Подписывайтесь на всякий случай. Уважаемые дамы и господа, специально для вас я создал обучающий ресурс Корнев.Москва. О том, как защитить себя, своих родных и близких, свой бизнес от полиции и налоговой. На ресурсе я собрал видео-лекции, запрос документов, повестка, обыск, выемка. То есть то, с чем мы, живя в России, постоянно сталкиваемся. В своих видео-лекциях я более подробно, чем на своем ютуб-канале Корнев и партнеры, раскрываю эти темы. Даю конкретные инструкции, правила поведения на примере реальных документов полиции и налоговой. С тем, чтобы минимизировать все негативные последствия. Фактически это одночасовые лекции по цене в 1599 рублей. А для тех, кто хочет со мной познакомиться лично и может приехать в Москву, я провожу 4-часовое обучение в мини-группах. Защита прав предпринимателей при расследовании экономических преступлений. Стоимость 35 тысяч рублей. Ну и для собственников крупных бизнесов я провожу личное, корпоративное, 6-часовое обучение их персонала на тему поведения сотрудников при выемке обыски в офисе на допросе-опросе в полиции и налоговой. Езжу по всей России. Провожу это обучение с учетом специфики именно вашего бизнеса и вашей компании. Заходите по ссылке, выбирайте что вам нужно, оплачивайте и до встречи!